За безопасностью тамбовских лесов будут следить беспилотники. Управление лесного хозяйства совместно с Державенским университетом работают над проектом, который позволит с высоты птичьего полета определять очаги лесных пожаров, а также делать фотографические карты местности. Пока проект находится в стадии доработки, но уже сегодня состоялся пробный запуск одного из беспилотников. Свидетелем тестового полета стал Павел Филатов. Зимой лесные пожары – большая редкость. Однако именно в солнечную и морозную погоду лучше всего тестировать беспилотную технику. На фоне белого покрывала все просматривается как на ладони. Но перед стартом нужно подготовить целую взлетную площадку. Готов! Готов! Сегодня мы запускали самолет Суперкам-С-100. Данный самолет запускается с катапульты, сручной. Его время полета около часа, дальность полета до 50 километров. С помощью него мы можем осуществлять фотосъемку и видеосъемку. Пока что взлет осуществляется вот так по старинке, но совсем скоро на вооружение придет новый беспилотник. У него будет уже вертикальный взлет, и работать и снимать видео он сможет в три раза дольше. По задумке, пока беспилотник в воздухе, он в режиме реального времени передает общую картину местности на компьютер. А уже с него информация поступает на пульт диспетчерской службы. Реализовать это не так просто. В лесу не всегда есть мобильная связь или интернет. Однако сдаваться никто не собирается. В управлении лесхоза уверены – будущее за высокими технологиями. В летний пожароопасный период мы используем авиацию обычно. Это очень дорогостоящая, энергоемкая работа. Поэтому мы решили попробовать беспилотный. Это проект нашего Державенского университета. Есть предложение. Сегодня первый пробный полет. Будем считать, что он не особо эффективен. Но у нас есть варианты в будущем. Более интересная техника у них есть, которая будет в летний пожароопасный период проводить авиапатрулирование и наблюдение. Запуск беспилотника – это лишь одна из грани проекта. Также ведется обучение диспетчеров управления лесхоза по грамотной совместной работе с авиатехникой. Павел Филатов, Николай Иванов, Инга Андреева. Область новостей.